Всем привет! Меня зовут Джоли, и это уроки корейского языка. Сегодня мы с вами научимся представлять себя на корейском, а также я вас научу некоторым окончанием слов-предложения. Итак, чтобы представить себя на корейском, нужно слово «я» и нужно ваше имя, а также нужно знание из прошлого урока «ида». Как вы знаете, на корейском «я» будет «чо». Чтобы построить предложение, вам нужно сказать «я», добавить сюда «нын», «ын», а потом вы говорите своё имя с окончанием «ида». Получается «чо нын» — ваше имя, и окончание «её» или же «иё», в зависимости от того, на какую букву заканчивается ваше имя. Допустим, «меня зовут Сабина». Как мы это скажем? Мы сказали «её», потому что «сабина» заканчивается на гласную букву. Допустим, ваше имя заканчивается на согласную букву. «Меня зовут Имран». В этом случае вы добавляете «иё», потому что «имран» заканчивается на согласную букву. Но иногда, ребята, имена заканчиваются на согласную букву, но мы ставим «её». Почему это происходит? Допустим, если ваше имя заканчивается на ту букву, которая в падчиме стоять не может, точнее, стоять может, но даёт иной звук. В этом случае вы должны добавить букву «ы» к слову в корейском языке и написать «её». Например, «Айнур». «Айнур» заканчивается на букву «рэ». Вы знаете, что если мы поставим букву «рэ» в падчим, то она превращается в «лэ» и получается «айнуль». Чтобы избежать этой ситуации, вам нужно просто к букве «рэ» добавить «ы», чтобы слово заканчивалось на букву «ры». «Айнуры». И так как «айнуры» заканчивается на гласную «ы», вы добавляете «её». «Айнуры», «её». И так со всеми именами, которые заканчиваются на букву «рэ». Потому что, как вы знаете, если слово заканчивается согласной буквой, то она всегда стоит в падчиме. Итак, меня зовут Джоли. Чё она? Джоли, ейё. А теперь постарайтесь сами своё имя сказать на корейском языке. Хорошо, давайте продолжим. А сейчас мы с вами научимся говорить нашу национальность. То есть, из какой страны мы родом. Это можно сказать двумя способами. Первый способ сказать «я», «страна» и «человек». То есть, дословно получается, что я человек какой-то такой страны. Допустим, я хочу сказать «я кореянка». В этом случае мне понадобится три слова «я», «корея» и «человек». «Человек» в корейском языке будет «сарам». А теперь давайте скажем «я кореянка» на корейском языке. Чё нын. Корея как будет? Хангук. Чё нын, хангук. А человек – это «сарам». Сарам. И, так как здесь глагол отсутствует, мы должны добавить окончание «её» или «и-её». Чё нын, хангук, сарами-е-ё. Давайте попробуем сказать «я азербайджанка». Чё нын, азербайджан, сарами-е-ё. Я русская. Чё нын, рощя, сарами-е-ё. Я, допустим, казашка. Чё нын, хаджахысытан, сарами-е-ё. И таким образом вы можете представить свою национальность, сказав «я», «страна» и «человек». Второй способ. Чтобы использовать второй способ, вам нужно знать окончание «эсо». «эсо», ребята, означает «из». «Из», да. Добавляется это слово к месту, которое отвечает на вопрос «откуда?». Но иногда ещё отвечает на вопрос «где?». «Откуда?» и «где?». «Эсо» отвечает на вопрос «откуда?» «Где?». Допустим, «школа» – это «хакё». «Хакёэсо» получается «из школы» или «в школе». Допустим, «библиотека» – это «тосокуан». «Тосокуанэсо» получается «либо из библиотеки», «либо же в библиотеке». То есть по смыслу вы уже догадываетесь, отвечает на вопрос «откуда?» или же «где?». Чтобы сказать вторым способом «я кореянка», допустим, вам нужно сказать «я приехала из Кореи». Но это понятно, что используется в тех случаях, когда вы находитесь в другой стране. Допустим, «я приехала из Кореи» будет «чонэн» – «хангукэсо» из Кореи. А «приехал» – это «вассоё». «Вассоё». «Чонэн» – «хангукэсо» – «вассоё». Допустим, вы в Корее, и вы хотите сказать, что «я приехал из Азербайджана». Получается «чонэн» – «Азербайджан» – «эсо» – «вассоё». Или же из России «чонэн» – «рошья» – «эсо» – «вассоё». И таким образом вы говорите «имя», «страна» – «эсо» и «вассоё», что означает «приехала». А теперь давайте попробуем сначала сказать «меня зовут так-то так-то», «я приехала отсюда-то откуда-то». Возьмём, допустим, «минсу» из Кореи. «Чонэн минсуеё», «чонэн хангукэсо» – «вассоё». Или «чонэн минсуеё», «чонэн хангуксарамеё». В этих случаях «чонэн» дважды говорить необязательно. Если вы в первом случае сказали, во второй раз можно и не говорить. Понятно, что речь идёт о вас. Допустим, «чонэн минсуеё», «хангуксарамеё». Или «чонэн минсуеё», «хангукэсо» – «вассоёё». А теперь постарайтесь о себе рассказать в таком образе. Хорошо, надеюсь, у вас получилось. Ребята, наверное, вы уже знаете, как будет «здравствуйте» на корейском. И «привет» на корейском. А если не знаете, то давайте со мной вместе скажем. А если не знаете, то я вам скажу. Значит, «здравствуйте» будет «ангён хасеё». Пишется таким образом «ангён хасеё». Получается «ангён хасеё». А «привет» будет просто «ангён» без «хасеё». Также «ангён» может означать «пока». То есть, когда вы встречаете друга, можете сказать «ангён». И когда прощаетесь тоже «ангён». А «здравствуйте» просто будет «ангён хасеё». Но, ребята, если вы увидите после слова «здравствуйте» вопросительный знак, не удивляйтесь. Да, корейцы после «ангён хасеё» могут ставить вопросительный знак. Почему? Потому что дословно это означает «хорошо ли вы поживаете». Но люди, когда говорят «ангён хасеё», это не значит, что они спрашивают, как этот человек поживает. Это просто «так здоровиться». Но дословно имеет такое значение. Поэтому они ставят вопросительный знак. А как будет «до свидание»? «До свидание» выражается двумя способами. «Ангён хи касеё» и «Ангён хи кэсэё». «Ангён хи касеё» вы говорите тому человеку, который уходит. А «Ангён хи кэсэё» тому человеку, который остаётся. Допустим, ты пришёл ко мне в гости. Мы посидели, попили чай, и всё, ты уходишь. Я тебе скажу «Ангён хи касеё», потому что ты уходишь. А я остаюсь, поэтому ты мне скажешь «Ангён хи кэсэё». А если, допустим, мы вместе пошли в кафе, посидели, а теперь уходим, прощаемся, то так как мы оба уходим, мы говорим друг другу «Ангён хи касеё». Ну а если мы сидим дома, по телефону болтаем, потом прощаемся, мы говорим «Ангён хи кэсэё», так как никто никуда не уходит. Верно? Почему так? Потому что «Ангён хи касеё» означает «уходить». «Ангён хи кэсэё», а вот «кэщида» означает «оставаться». Таким образом вы можете различать их. Итак, а как же всё-таки сказать «как дела?» «как дела» тоже можно сказать двумя способами. Чаль чинэ да – это означает «хорошо поживать». Чаль чинэ да – «хорошо поживать». Когда вы спрашиваете у человека «чаль чинэ ссэё», это означает «хорошо ли ты поживал?», то есть «как твои дела?», да? И это обычно говорят люди, когда друг друга уже долгое время не видят. «О, аня, чаль чинэ ссэё», вот таким образом. Ну, а если вы, допустим, каждый день друг друга видите, каждый день в школу ходите в университет или куда-нибудь ещё, и вы спрашиваете «а, привет, как дела?», то можно просто сказать «чаль чинэ ссэё». «ГО» и «Тэ» – это окончание продолжительного времени. Но это мы с вами пройдём потом. Просто запомните «чаль чинэ ссэё» – если вы долго не виделись, а «чаль чинэ ссэё» – если вы просто каждый день спрашиваете. А чтобы ответить на это, вы говорите «либо не», «либо не чаль чинэ ссэё» или «не чаль чинэ ссэё». То есть «не» – это означает «да». Поэтому вы либо отвечаете «да», то есть «да, я хорошо поживал», либо же «да, я хорошо поживал» полностью, уже в полной форме говорите. Также, ребята, очень часто корейцы используют после имён «щи». Что такое «щи»? «щи» означает «господин» или «госпожа», или просто уважительная форма обращения. Это как на азербайджанском говорят «ханэм». Вот когда видишь человека, да, который с тобой не очень-то знаком, или же который старше тебя, тогда вы же не говорите его просто имя. Допустим, «гюнай», да? Вы же не говорите «гюнай», «вэджасис», «гюнай ханэм» вы говорите. Также у корейцев есть «щи», который используется и к мужчинам, и к женщинам. Поэтому, если вы называете кого-то, то вы к окончанию ставите «щи». «Минсу» – «щи», «Айсель» – «щи», «гюнай» – «щи», «имран» – «щи» и так далее. А теперь давайте представим диалог между двумя подругами. Так, как они разговаривают? Так, в этом случае они уже поздоровились и так далее. А давайте теперь постараемся сказать, меня зовут так-то, так-то, я отсюда, тут-то. 안녕하세요. 저는 민су예요. 저는 한국사람예요. Вот это всё. Так мы научились представить себя на корейском языке. И самый главный момент, что после всего надо говорить, это Что означает, я рада нашей встрече или же рада нашему знакомству. Маннасу говорить не обязательно, можно просто сказать И получается то, что приятно познакомиться. А теперь ваша очередь. Если у вас это всё получилось, то я очень рада за вас, вы уже умеете Представить себя на корейском языке. И встретимся на следующем уроке. Всем пока! Аня! Субтитры сделал DimaTorzok